Начнем с того, что я апатичная женщина, и когда я увидела признаки старения в своем зеркале, я сказала, что ты будешь. Нет, ну мы не 38 лет, ну что, ребята. И так как база, ну врач, пушет, гинеколог, генетик, нас очень хорошо в Советском Союзе учили. Кто в Советском Союзе получал образование медика? Ну круто нас, прям сегодня зададут, завтра спроси, попробуй мне ответить, да? И я думаю, ну нет, но то, что я вижу, точно не может быть старостью. И я стала просто там собирать базы, что люди старостью зовут. И это очень разные вещи, мы их можем запихнуть в понятие болезни, а болезнь к счастью можно притчать. Вот я, собственно говоря, и стою на этой теории, не теории. Сейчас я закончу презентацию, лекцию свою, и вы точно мне скажете, что старости нет, теперь я это помню. А пока вы мне не верите, классно. Смотрите, возраст, возраст, он бывает рарный. Эмоциональный, он бывает, возраст окружения. Вот возраст окружения, один раз я со своей бабушкой 75-летней провела 2 дня с его подружками. И я так выжилась в этот коллектив, и мне так как бы по приколу все хорошо. Вот я прям стала, а потом подошла к зеркалу, а там молодая девка какая-то. А я думала о себе, что я старше. На нас это так влияет, поэтому так важно не сидеть дома перед своим девизором, а ходить на ассоциацию бочат, ну, социальное танго. Так где молодежь, там и мы. Вот. Создаваем молодежь для окружающих. Смотрите, но психологический возраст, наверное, психологи есть? Скажите, психологи есть же, да? Ну, вы знаете про психологический возраст, и можно управлять людьми. Не так? Можно управлять. А мы с вами, ну, как на третье отдыхе здесь, собрались на третье отдыхе. Вот. И мы можем управлять метаболическим и соматическим возрастом. Метаболический – это биохимический возраст, а соматический – двигательный возраст. Потому что вы, наверное, видели, есть такие подростки, которые из неплодополучных семей. Вот они вот, они изначально, у них ограниченные движения, и вот у них что-то не то с осанкой и так далее. А подросток из нормальной семьи, где там его все любят, за двойки хвалят, он понимает, что он прям в этой жизни молодец. У него совершенно другая, ну, не милика это, ну, мы не любим движения. Вот двигательные паттерны совершенно другие. Точно так же молодость и старость. Просто мы приобретаем паттерны старого человека. Вот на этих двух пунктиках всего лишь я хотела остановиться вы, ну, чтобы вам доказать, что старости нет. А это мы только не доверяем. Но, как всегда, мы чего-то еще не помещаем. То есть сегодняшняя задача будет получить эликсир молодости. Кто верит в эликсир молодости? Скажите, почему бы вы мне купили эликсир молодости, если бы я вам предложила его за деньги? Без церковь. Без церковь. Без церковь, не отвлекательный. За любые нет. За мне, пожалуйста, точную сумму. Балан. 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 Даже сложить невозможно, да? Но мы сегодня сложим, потому что на самом деле эликсир молодости вот здесь. Как вы создадите, какой уют вы создадите для собственного тела в плане его биохимии. Первое. Если вы будете закисывать тела, вам потом будет легче составить свою ладушку красоты. Серьезно говорить. Долговейте. Кому красота не нужна. Значит, первый момент. Сейчас все говорят. Друговая обеспеченность питания. Люди приходят к нам за одной баночкой. Или хватит дренаж. Не так ли? Вот когда ко мне, у меня братья и не амаса, астма и так далее, и так далее. Какашки через два дня на третье питание. Как начнет жаловаться и хочет от меня одну в одну и куда баночку? Ну, ребята, это же странно. Это вообще не хорошо относиться к своему здоровью. Но вот этот фрукт мы не можем с вами дать в биологически активных комплексах. Не, мы можем, конечно, дать внутридорганизм, в артмилу, но нет. Нам нужно определиться, что в нашей пище накормят. Смотрите, все герметики, все гормоны белковые, построить нашу косточку, построить нашу мышцу, построить колокол. Вот это вот очень важно. Я всегда об этом говорю. Я всегда об этом говорю. И это, наверное, самое ключевое, что нужно для себя решить. Суточная норма по белку. Один грамм на килограмм веса. Не надо больше одной, не надо меньше. Под контролем при переваривании. Вы не можете есть белок, который может переварить. Это каждый для себя решает сам. Потому что иногда люди даже деньги приличные ладят, приходят на курс и ждут результата. Я говорю, вы же ничего не делаете. Нет, я вас давно слушаю, я уже перестроила питание. Я говорю, сколько вы съедаете белка в течение дня? Ну, приличное количество. Ну, все понятно. Просто результата не будет. Где-то ж косяк, если вес не будет, если обьем или нет. Но для меня старость и лет – это потеря белкового компонента тела. Какой именно белковый компонент? Во-первых, это потеря мышечной ткани. Это называется саркопения. И если бы у нас с вами была другая тусовка, вы были бы геронтологами. Это люди, которые старость изучают. Мы бы с вами решали одну единственную проблему. Как сделать так, чтобы у наших пациентов сегодня было 42 кг мышечной массы, а через месяц 42,100. А еще через два месяца 42,200. А мы с вами это можем отслеживать? Скажите, у кого есть дома донита, прибор или в офисе? Вы это можете отслеживать. Поэтому, если вы видите, если вы отслеживаете, что у вас мышечная масса идет вниз в пике, знайте, как бы вы ни старались, вы просто не дорабатываете. и вы стареете. Потому что ждов не дорабатываете. И вот этот пункт, он провальный. Потому что ферменты не работают, гравьоны не работают. Но самое главное, что не работают, это мышечная масса не строится. Вот смотрите, без старика можно стать красавчиком? Джеффри Лайф. И можно. Кто думает, что я бы лучше сработал, я бы больше людей привел в организацию, но чего-то мне не хватает. Есть такое? Вот сделайте так. Вот этот мужик, Джеффри Лайф, умничка невероятная. Он просто всю жизнь продает свой личный результат. Какой он был в 54 года? Доктор. Семейная медицина. И какой он красавчик, в 72. Спросим у него, а Джеффри Лайф есть старость? Он сказал, нет, это лень. Это лень. И это только с академией. Но просто, когда вы приходите, переступаете парокзал, спортивного, подходит к вам мужик, какой-нибудь такой большой, ну красивый, и говорит, ну ты же занимаешься, надо кушать. Вам говорили такое? Надо же кушать. Ну просто они кушают и углеводы, и белки, и что угодно, но мы с вами сейчас дальше пойдем. Вот. Зачем кушать? Нам нужно клеточки развивать. Нам нужно клеточки развивать. Если вы решили стареть, не наращивать мышечную массу, вам не надо один грамм на килограмм. Это вот рука. Поймите. Потому что, ну, человек, который не перестраивает свое тело, он вообще имеет право не есть. Ну, приняли решение, остается бабушкой, дедушкой. Чего вы отвлекаетесь? Нечего отвлекаться. Вот. Смотрите, как оно развивается. Это вот красненькое, тепленькое в центре. Это же мышца. Это поперечный разъезд бедра. Там, а там и бедра. Вот в самом центре вы видите… Так, интересно. Я вот так сделаю? Нет. А так? О! Смотрите, вот эта вот косточка, вот эта темненькая, это мышца. Смотрите, как много места занимает. И тут маленький такой тоненький, беленький ободочек. Это жировая ткань. Это, ну, тут не бедра, а показывают нам срез плеча. Тот же самый срез того же плеча. Почему мужчины… Вот мы с ними знакомимся и… Ах, девушки. Когда мы со своими мужчинами знакомились, со своими мальчиками, им сколько было? 20-25. И они играют по олитолу, как это красиво, такое молодое, сексуальное, протянутое тело с грацией. Красивее, да? Потому что были мышцы, а потом мы их кормили борщами, супами, любили, да? Вот. Косточка на месте, мышечная ткань похудела, это саркопения. Но святое место пусто не бывает. Все заплывает жиром. Почему некрасивые движения? Почему старые движения? Потому что мышц мало, и сверху… Ну, представьте, сейчас на вас надеть какой-нибудь скафадр. Ну, как бы… И заставить пройтись по подиуму на руках. Будут грацией генетиков. Будут грацией человека, который скафандр, в принципе, да? Вот это вот мы должны сами понимать и донести нашим слушателям. Девчонки, а можно это? Еще раз, еще раз, еще раз. Не так хорошо в интернете. Я не слышу, когда… посуду моют и меня слушают. И так далее. Я тут все слышу. Поэтому мне это. Мне это. Вот. Но самая большая наша оплошность то, что мы допускаем остеопороз и остеопении. Сначала остеопении. Сарко-пении – мало мышц, а остеопении – мало костей. Но мы пропускаем остеопении. Мы почти не говорим о остеопении. Мы видим, как он уже капец. Этот капец называется остеопороз. Посмотрите, это… У меня мало времени, я не буду сильно останавливаться на этой теме. Но Валентина Букли не в зале. Не в зале. Она живет в Львове, я думала, может быть, она приедет. Это ее результат. Она пошла на препод, который называется денсидометр, поставила туда ножку. И денсидометр говорит, Валентина Букли, где у тебя остеопороз? Смотри, какой у тебя процент калиска по переломам. Я тебе сейчас скажу. 61% того, что ты поломаешь шейку бедра. А Валентина, она анализ-пишница. Она кальций ест положено. Написано, сколько у нас там, по 1-2 раза, да? И вот вот она так и ест. Витамин Д не знает, ничего не знает, белок не ест, потому что есть ощущение такое, что кость состоит из кальция. Нет. Кость – это орган! Как он может из кальция состоять? Там коллаген, там эластин, там работающие ребята, которые делают костную ткань. Но в общем, она стала комплексно работать со своей костной тканью, и через 9 месяцев она пришла и говорит, а сейчас как? Он говорит, ну, в целом риск перелома 25%. Он говорит, спасибо! Буду продолжать в этом же духе. Только смотрите, тут кальция мало, тут еще нужно завести эти остеопласты, которые умеют делать костную ткань. Чем? Да женскими половыми гормонами, мужскими половыми гормонами. Девочки, ну просто у нас, как одна девчонка сказала, ну до 40 все хорошо, потому что нужно завести детей, родить детей, выкормить детей, развестись вновь, завести детей. Ну в общем, построить карьеру, все классно, а потом сама-сама-сама-сама-сама-сама. Потом никому не нужны. Ну в смысле природе, мы не нужны, потому что количество эстреки нам падает, все. Почему? До 40 лет второй подбородок держится на месте, и напрягается потом, а после 40 что-то происходит? И он сразу подбинается в дозу. Вы вообще думали на эту тему? Нет, ну это же в дозу, это же действие гранитации. А что, до 40-ка не работает гранитация? Только после 40-ка. Ну как бы надо немножко хотя бы подумать. Есть у нас три гигаклета, ну четыре. Это остеобласты, которые умеют делать костную ткань. Это абонтобласты, которые умеют делать десны. Это еще хондробласты, которые умеют делать хрищевую ткань. И это фибробласты, которые умеют делать дыры. Вот все они требуют, чтобы их замутили. И для этого нам пригодится коллекция гормонального года, который называется дикий ямс. Для девочек, в принципе, для мальчиков тоже дикий ямс подходит. Там, потому что это предшественник прогестерона. Просто в детском организме из прогестерона сделаем тестостерон, а потом эстроген. А в мужском дикий ямс из него ты сделаешь протестерон, а потом из протестерона сделаешь тестостерон. Почему нет? Это Валентина Гугли сказала, что она делала. Видели, да? Видели? То есть напор здоровья ваших костей и ваших суставов. Пила 9 месяцев. Все. И риск уменьшился. Ну, это девочка, которая поборолась с саркопенией. Давайте зачитаем. У меня книга «Старости нет». Она для борьбы с саркопенией. Ну, вообще, со всеми проявлениями стариц, я, честно говоря, не все сделала. Мне написали, вот только саркопенией наверное не успела. Смотрите, мышечная масса плюс почти 3 кг, жировая минус почти 2 кг. Ну и как она это делала? То есть все возможно. Тем более у вас, у каждого второго есть этот анализатор структуры тела. Это трудная вещь, чтобы держать в себя в порядке. Потому что у вас обратная связь. Как я за месяц была не каждую неделю? А вот этот месяц как я провела? Я за этот месяц помолодела или я за этот месяц постарела? Помолодела или постарела? Ну давайте староэстерин это дефицит половых гормонов. Это пунктик номер 2. Ну ладно, когда у женщины прививы. А, кстати, вот это почему дикий ян? Если вы так удивились. Смотрите, холестерин, из него припинолон делают, из него крабестерон. А эстрагестерон это как молодец, который не знает, куда пойдет. Или ему в кортизол слиться, или ему в эстраген через эстраген слиться. Понимаете? Вот, поэтому я говорю, дикий ян что, не мужской продукт? Мужской. Потому что дикий янс это диаскалея. Вот на этом этапе между холестерином и глиминалоном мы можем включить эту диаскалею, диаскенил, и сделать себе дополнительный протестерончик. Тоже нормально. Мы просто думаем, что протестерон женская, ну, дикий янс женская травка. Так, итак, смотрите, пока ну вот, у девочки все нормально. Вот ей там 48 лет, и ей вечно регулярно, 49, вечно регулярно, а в 50 начинаются сбои по месячным и приливы вот эти начинаются. И вот она готова работать с собой, пока есть прилив. Потом узнает себя, нет? А потом приливов нет, нет проблемы. Месячных нет, нет проблем. Проблема огромная. потому что эстрогенная стимуляция гормонозависимых тканей, а я вам только четыре перечислила, а гормонозависимых тканей от эстрогенов еще больше. Она отсутствует, и человек изнашивается, стареет, приобретает болячки. А что если этого не пропустить? Вот что если этого не пропустить? Смотрите, мы реагируем только на приливы, повышенную подвину, вот это газомоторное проявление убирает. И девочки говорят, я во второй пазе цикла готова мужа убить, и детей из-за ума. Я говорю, ничего, это смельчающее обстоятельство, когда тебе судить, можешь себе это позволить, может быть такое. Вот это вы готовы решать диким ярусом, еще чем-то. Извините, а про генитальные, вот если не решать, вот решили и забыли, а потом сухость влагалища, жжение, вот эти подписывания, это уже запущенность гормонозависимых тканей. А вот сухость, ломкость ногтей, сухость влагалища, сухость влагалища, это когда вы видите бабушка, кожа дуванчик, у нее седые, летненькие волосики, заложенные 10 лет назад расческой, они просто в другую сторону не заблагалась, вот как положила, так и положила 10 лет назад. Все привившее, все. И никакой бышности, ну в общем, мы видим даже по ее прическе, что ли, 95 лет. Вы так хотите? А это дефицит женских гормонов, просто это уже отдаленные перспективы. пока дойдем до остеопороза и до сердечно-сосудистых заболеваний. Это уже вторичные долгушения, связанные с выцетом женских гормонов. Если вы подружите с диким ямсом. А сколько ему пить, кстати говоря? Сколько банок надо пить в дикой ямсе? Ямсом. Ну что, вы мне хотите на всю жизнь дикиямс нализать? Да, да, да. Ну я так говорю, девочка спрашивает, а сколько мне пить? Месяц или три месяца? Я говорю, слушай, скажи, пожалуйста, у тебя сколько лет? Мне 53. А сколько месячных нет? 4 года. Как ты думаешь, что у тебя завтра будет больше женских половых гормонов, через сегодня? Ну это глупый вопрос. Ну конечно, мне это не будет больше. Ну почему тогда ты мне глупый вопрос задаешь? Как мне долго это пить? Собралась становиться бабушкой и ничего не надо. Бабушка это не та женщина, в которой внук первый родился. Бабушка это та женщина, которая подвела у него и сказала, оставься тебе не точно. Нормально. Ну когда вы это будете готовы себе сказать? Наверное, каждый в своем возрасте. Я что-то не знаю. Лишь бы это не я пока не готова. У нас есть с чем работать. У нас есть нюансики, шутки, у нас тумблеры есть. Тумблер по мышечной массе, тумблер по коррекции гормонального фона. Эта девочка вообще очень интересная. Эта девочка пришла ко мне в 42 года и говорит, все я хочу беременеть. Это круто. А чем ты занималась до этого? Она говорит, ну как чем? Я же строила карьеру, зарабатывала деньги. Как? Ну нормально. Ну ладно. У меня просто не было бойфренда. Хорошо. Вот она показывает. Смотрите. ФСГ. Это полипулостимулирующий гормон, который в головном мозге образуется, как для девичникова. Работник мускусов. Работник. И вот смотрите. Пятый месяц шестнадцатого года. Высокий. Потом еще выше. А потом это что? Ревит. Вот вроде бы и снижается. Ну в смысле здесь чем ближе к норме ФСГ, тем меньше гормонок плеток. То есть она стала использовать дикий ямс и потихонечку ее репродуктивная система в целом наверное мы еще поработаем несколько лет и даже подаем тебе обуляции. Она садилась со своим молодым человеком. Не пропускала ни одной обуляции. Они брали с первым мужем и подели через шеечную слизь, ну то есть через барьер шейки матки прямо в полость. Это называется искусственная инсиминация. Да. И заработали себе вот таких вот двоя. Сейчас где-то два с половиной года пацаненкам пацаненок и еще один пацаненок это не икон. Вот. Просто девчонка она не была готова остаться без детей и она работала коренция гормонального кожи. Но она выпила РСБ, наверное, на много тысяч. Но, извините, это роды через детестное рассечение просто потому, что заставили. Было страшно в 44 года, а на 44 года получила свою первую беременность. Мне страшно было отпускать роды через естественные родовые детей. Третий пункт. Старость метода закисления. Этот пункт мы решаем совместно через питье воды. Но вода у нас хитрая. Потому что у нас нет с вами дополнительных каких-то... Ну, в общем, чем проще наша система, тем лучше. И если можно и пить воду, восстанавливать гидродацию клеток, турбер-клеток, и заодно щелочится, то я думаю, что это очень круто. Ну, можно я перелесну? Многие считают, что чем ты кислее, тем ближе к старости болезни, чем ты щелочнее, тем ближе к молодости и здоровью. Ну, давайте будем адекватно об этом. Это не так. Каждая внутренняя всегда имеет свой маленький, узенький BH зазор. И в нем нужно каким-то образовывать. Для того кожа станет щелочной. Это ж ну, как бы, кислотная мантия кожи, все бактерии нужны дают. Не дай бог влагалище станет щелочным, когда все инфекции вашего полового партнера гарантированно будут вашими. Не дай бог желудок будет с нулевой безусловностью, тогда вы не будете переваривать белок совсем. Мы сейчас говорим о внутренних средах, они должны быть чуть-чуть слабенько щелочные. Чтобы кропушка выглядела вот так. Каждый литроцит сам по себе таскает кислород. Потому что если в крови будет накапливаться заразные кислые какашки, токсины я так называю, я называю просто, чтобы каждый литроцит мог передать каждому врачу. Вот когда кислые продукты обмена накапливаются, элитроцитики все слипаются. это называется сладж-синдром. У вас и в норме есть сладж-синдром. Я сейчас пробегу пять километров, вернусь, у меня будет сладж-синдром. Это неплохо. Это значит, у меня была физическая нагрузка. она меня закисляет. Мы взяли, съели с вами шашелчок и много зелени. Молодцы. Но мы закислились. Мы понервничали. Сейчас я нервничаю еще. Я тоже закислюсь. У нас нет щелочных ощелачивающих удовольствий в жизни. Алкоголь тоже закисляем. И что? Что теперь не жить? Продолжаем жить, радоваться жизни. Только выбираем, чем защелачивать. У нас три варианта. Это варианты анти-эйдж стратегии. Анти-эйдж стратегия это имей оптимальный ph-баланс. Помоги своим буферным системам. Их шесть, по-моему, буферных систем. То есть наша буферная система крови работает качественно, и они без нас сопливых разберутся, как они поддерживают оптимальный ph-баланс. Мы можем другая помочь. Желательно не соды. Соды тоже можно. Наверное, даже быстрее, но хана с близистой желудком. А желудок нам еще пригодится. Итак, зеленый коктейль. Вот смотрите, человек вообще не понимает, зачем ему что в принципе можно делать зеленый коктейль? ВЛК. Пожалуйста, делай зеленый коктейль. Кто же против? Но только тут нужно понять, что ты не при, ты не рад. Один раз меня знакомый пригласил к себе на Хорфиц. Я жила раньше в Запорожье, там остров Хорфиц. Это такой остров, где не производств ничего, но запорожь сталь, дым, на всех городах в том числе. И он говорит, иди собирай листья, листочки с деревьев собирай, запустил у меня свой сад, заросли, сует, может, что-то порвала, что-то пособирала. Он ничего не моет, в каждой полинке вот эта витаминка вертикально запустил, собрал и тут шелковец тоже туда запустил, немножко водички ливанул и дал мне вот этот напиток бобов. Потому что шелковец видимо сладенький, еще какой-то такой черный-зеленый напиток бобов. Я 200 мл выпила и прям наелась. Но реально это очень круто. Если у вас есть доступ к нормальной зелени, то знаете, что-то еще расхолодить надо, чтобы растительные глиночки разрушить, чтобы хлорофилл вышел и он как-то может быть в вами воспользоваться. А нам готовят хлорофилл. Это готовый напиток. Это для меня для лентяев. Не буду я мыть зелень и отмывать ее от яиц гельминда. Потому что я не могу проверить, я все яйца гельминда отсоединила, осталось 60%. Я не буду этим заниматься. Сделаю несколько качественных продуктов. Без ленинских. Вы можете рассказать человеку, как пользоваться подсоленной водичкой. Что я делаю? я сейчас живу в ванне. Я просыпаюсь, выливаю белковый коктейль, засовываю в дополнительные плавки в один карман и солстик рыбаю в другой карман. И бегу на пробежечную свою часть. у меня термальная водичка 5 километров пробежала 7. Я хочу пить. Я иду покупаю водичку полную пробую и туда запускаю солстик РВ. это замечательный момент антиэйдж, потому что я немножко потащила чилась, я потери электролиты поставила на место и там глюкозамина немножко. Сегодня была умная группа, одна девочка говорит, я стала глюкозамина и у меня кожа на лице прям расцвела, будто бы я все время управляла у какого-нибудь косметолога. Это что, так глюкозамин работает? Конечно, это же косметика в таблетке. Мы пока весь мир колен, кислоту инъекционно мы с вами догадались просто внутрь, через кишечную стенку подавать. Прикиньте, как здорово. Вся группа давай записываем. Вот там есть глюкозамин. И коралловый кальций тоже круто ощелачивает. можно мне такой вкусный укинуть. Но он легко бросит женскую сумку и полететь куда-нибудь. Вот с хлорофилом вы не полетите. на таможне начнут что-то убирать. Вы начнете пить. А коралловый кальций тоже интересно выглядит. Белый порошок белого цвета. Олег спокойно ждет пока проверят все порошки белого цвета. И скажут мы свободны. Спасибо что проверили наркотики. Это вопросы по перелетам. Следующий аспект старости нет. Старый тот человек в любом возрасте у которого какашки в межтеточном пространстве. Если бы я вас пригласила я не знаю что это за река но вот как она выглядит. Думаете как? Вот я вам покажу наши филиппины. Вот посмотрите как это выглядит внутри нас. Посмотрите ведь очень похоже клетка, ядро а с нами какашек бесконечное количество. Это межклеточное пространство. И чем чище у вас межклеточное пространство тем быстрее глицин придет куда надо и так далее. То есть там свой транспорт понимаете. А если какашек вот такое количество да как там можно найти то что мне нужно. Поэтому как мы будем раскакашиваться? Ну да. Смотрите бывают духовые крупные молекулы которые в межтеточном пространстве застряли 16 лет назад но что-то произошло какой-то армобитон местного значения 16 лет назад откуда я знаю. Вот и они там лежат и тебе огромные молекулы. А мы хитрые такие применим аспект антиэдж возьмем протеазу это растительные протеолитические ферменты и начнем пить натощак 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 есть два раза в день по две два раза есть три раза в день у вас натощак по две три раза вот и они пробегут через желудочно-кишечный тракт сосутся в кровоток и приходят и у нас есть с кем работать и давай расщеплять длинные белковые мусорные молекулы в мелких а мелкие уйдут по хотите многие говорят что-то привязалась к аптеке она тебя портит при чем тут не спи работай или посылай людей в аптеки сейчас я что знаю что в аптеках в беларуси продается или может быть вы мне подскажете что во всех испанских аптеках продается я этого не знаю я даже не знаю что продается в аптеках в болгарске да немножко разные вещи конечно везде можно найти аналоги но это нужно и знать что сделать с собой но даже если бы я консультировала людей столько которые живут в Украине я бы не рискнула прокладываться в них на бобензим потому что это очень дорого это очень дорого посмотрите одна штучка вобензима тоже картерический фермент с шикарным составом это 600 единиц продажной активности а я пользуюсь а я пользуюсь смотрите-ка где сейчас 600 тысяч вот одна штучка 60 тысяч единиц продажной активности во сколько разница сто раз сколько сколько необходимо дать человеку на какую сумму тем более что по уровню производства конечно они спи круче что тут непонятно еще спасибо за этот лепатерный наш правда крутая штука да слушайте ребята он тоже растопашивает межлеточное расстанство но с другим способом он просто его разжижает за счет того что там красный клирак и вот если вам на себя не жалко вот смотрите вы встали в режим что вы просыпаетесь что-то там перекусили и идете заниматься спортом или вы поработали на государство за этот день пришли в спортивный зал и вы сейчас будете заниматься спортом перед спортом вот лимфактный дренаж или красный хлеб отличная рекомендация отличная потому что вы и биохимически себе можете расширить это же круто круто хорошо следующий пункт старости лет у вас травмируют свободные радикалы слушайте ну если бы вот так вот просто нас всех уменьшить и посадить себе же на мембрану клепочки ну вы провалились я же не могу вас посадить на облако вы провалитесь с плюс облако вот примерно такая же ситуация мембрана это основное понятие она как такое знаете флюктуирующее море которое очень легко проткнуть ну не знаю этим свободным радикалам вообще делать нечего нарушить нашу мембрану вот соответственно нам нужно подумать вот всем кто хочет это называется сейчас извините теория Хармана в общем Харман сказал старости нет вас просто раздоряют на части свободный радикал любой свободный радикал он инициирует инициирует или воспаление или аутоиммунное воспаление или опухоль какой-нибудь ну в общем любое воспаление на самом деле любой свободный радикал а что если мы начнем защищаться как это защищается свободных радикалов бывает ну много вряд ли бывает но очень часто бывает мало их можно померить вот например 100 миллилитров наши замгрозы это 5800 уракулов что такое ураки это условная единица которая говорит вот столько свободных радикалов я могу вот этот продукт антиоксидантный может на себя ну собрать так скажем инактивировать слушайте и что это нам дает ну я так скажу сильно не парьтесь просто имейте ввиду что каждый день что-то такое антиоксидантное желательно чтобы у вас было рацион только овощей нужно съесть очень много ну там 2-3 больше килограмма если вы хотите из овощей в фруктах иногда тоже очень много нужно съесть но это сложно добыть достойное количество антиоксидантов из различных продуктов в результате поэтому чтобы свободные результаты нас не травмировали мы можем использовать хитрость вот эта маленькая таблетулечка уж не знаю сколько там раков но она мощнее витамина Е в 40 раз и мощнее витамина С в 20 раз представляете антиоксидантное активность и я говорю вот это гриппайн это косметика как как я проделала я рыжая мне стоит выйти на солнце я покрываюсь с а а тут я приехала на море на все лето ем гриппайн у меня ровный закал обалдеть вот так я на себе это поняла то есть мне эта штука лично не останавливает по старению я так старение состав очень простой состав экстракт кожуры винограда и сесновый смолу очень крутая вещь у меня девочки есть такие которые они молодые еще молодые всего лишь 42 года молодые девочки ничего не болит ничего не отваливает все и они ничего не слышат в оптимальный вес добрый палец вы же все следующий момент старости лет это потеря кандидата я думала как же ну реально каждый день потеряю кандидата как мне его поставить на место ну как мне его поставить на место ведь это неотвратимо то что вы видите посмотрите если в 20 лет у вас в сердце 100% от кандидата то в 80 останется половина и это есть старость когда я поняла это есть старость но к счастью с этим можно работать смотрите это наш цикл очень простая реакция в организме человека мы берем глюкозу сжигание с образованием энергии очень простая реакция на что же нахожу нахожу смотрите сюда мы заливаем электроны глюкозу и кислород и они на эту реакцию будут на эту на эту должны все пройти за одну десятую долю секунды есть так и все происходит его результат получает много энергии и ноль свободных радикалов травмирующих но вот здесь есть камушек претхновения вот это кандидата 10 которая если его нет вот сюда вы льете пик сюда пик сюда пик сюда а сюда помните я вам говорила мембрана это вещь которую легко его поранить то есть если эхо с большой скоростью идущей герихимической реакции врезается в камень претхновения под названием отсутствия грандины U10 то вы не получаете энергии ваших клеток но получаете уйму свободы ради камня это старость клетки однозначно что мы можем делать а дальше дебри я бы конечно хотела вас попросить вот кто захочет на себе сейчас это ощутить просто представьте да и сделайте как он сделайте как он и вот так вы просто слушаете меня и стой а я буду тоже вам рассказывать и буду слушать ну во-первых сразу хочется руки заложить это опыт колоссальный девочки вот так вот постоять я буду говорить еще минут 10 вы просто стойте эти 10 минут и вы поймете что неудобно так стоять надо заложить руки за спину надо ой слушайте а может что-то подставить какую-то палочку вот понимаете так вот трехлод ноги я вам хочу спросить у дедушки видно что он дедушка мужик а чем скрючился так неужели так сложно опять распрямиться нет люди которые скрючились им сложно распрямиться они не понимают как это сразу всю осанку устали держать да смотрите люди ну вообще нас ставит стресс как он застрелит в наших тканях он в мышцах наших застрелит стрессовая прямая мышца большая мышца грудная и вот и мы потихонечку потихонечку превращаемся в коньках горбунках ребят а мышца если бы она была расслаблена она от вас энергии будет привыкла а она же не расслаблена она же ухожена и что она она требует энергии так что весь конзин весит куда-то прибывается понимаете идею можно же это заложить в ладошку красоты если заместительную терапию к эндимам Q10 то можно конечно а осанку как ты в ладошку красоты заложишь это осознанное понимание что старость гнет это не старость гнет это мы пропустили пол по своей осанке да есть люди которые вообще не стареют потому что они не знают что такое стресс это я так скажу или все хорошо с психикой очень хорошо или немножко недогоняем ну да кто помнит 90-е это было страшное дело мне не за что было там есть и так далее а я не догоняла потому что я думаю ну что-то такое поменялось в семье а потом понимают на завтрак коронавутка на обед коронавутка и на вечер коронавутка и мама вся на тот момент скухожилась от стресса двое детей нечем кормили а я что-то думала а что а что такое а что такое какие 90-е вот и вокруг нас ходят такие люди кто-то кто-то на этой работе скрымчивается до нельзами потому что это стрессовая работа а кто-то а что такое я ничего не заменю хорошо как кофемистов хорошо кто-то коронавутка понятно смотрите поэтому нам придется преодолеть сенсорно-моторную амнезию вот эта вот штука называется сенсорно-моторная амнезия я не помню что я держу этот кипертонус дурацкий что тут помогает почему йоги хорошо любят медленные упражнения почему саматика вот я люблю саматику ханны я йогу не могу понять а саматика ханны для меня прям для мозга объяснили зачем мне делать вот это медленное упражнение и переобручать центральную нервную систему задержать кипертонус ну непонятно у каждого что-то свое понятно йога пилаты соматика ханны осознанное движение по методу филденкрайзе если вы тут еще не копали вы копаете тогда вы добавите не только биохимические аспекты нельзя же постоянно один огород копать вот мы с вами впереди в биохимии копаем так а наши клиенты копают где-то в пилатесе и они не видят ничего другого как вы придете в группу по пилатесу научитесь осознанному движению с кем кормите на спине классно ну можно замещать коэнзинка 10 на всякий случай он у вас у нас есть очень хорошим качеством очень хорошим качеством кстати почему снижает уровень артериального давления потому что позволяет мышце расслабиться и мышца перестает держать глупый гипертонус представляете сколько капилляров встает ну уже не в данном состоянии это очень круто заместительную терапию кстати вот это вот курсы которые страдают от стресса краски вот это вот представляете вся передняя половина туловища передняя половина страдает от стресса ну я молчу а сейчас с одной стороны барышня 50 лет это молодой человек раньше барышня 45 это уже ну все не надевай косы и уйди уже очень много поменялось но современные подростки они во-первых предотвольные страдки месячного здоровья да еще и себя вот так вот бесконечно они будут стареть быстрее чем мы но вы видите что уровень здорового молодежи ну как бы хуже чем наш когда-то ну в общем вот это вот так мы можем защищаться от стресса биохимически я люблю витамин С он помогает образовываться гормоном стрессовым гормоном на площадках и вы отрабатываете стресс вот нам тоже он пригодится ну и давайте так быстренько старости нет нечего строить русские мембраты почему быстро потому что целая лекция была по омеге 3 извините не буду повторяться это же очевидная информация ну вы можете конечно себя на содержание омеге 3 проверить вот девочка взяла проверила сколько в ее эритроцитах омеге 3 по сравнению со всеми остальными жирами 5 и 8 это высокий риск да и средний можно лучше кушайте омегу 3 проверяйте не надо вашим пациентам это вы знаете стилет вот старости нет это тихое воспаление и мы его преодолеваем тем что у нас омегу 3 мы даем много а подсолнечное масло мы не используем мы не жарим на подсолнечное масло нет? нет а на кукурузу? нет нет а на каком жарим? на кукурузе на кукурузе ну оливкое токленое да точно да старости нет у вас просто лентяйничают ферменты и гормоны ну как они могут лентяйничать если вы уже дали бюро а могут потому что есть хром заменящий зависимые ферменты или гормоны есть селен зависимые есть витамин В6 зависимые ну неужели тебе так сложно дать тебе один поливитаминный продукт два раза в день супер комплекс это не сложно совершенно дать я думаю нет а это не моя фраза это доктор Волох подарил мне эту фразу и каждый раз когда вы один день не принимаете минералы вы укорачиваете свою жизнь на несколько часов или даже на несколько дней умершие доктора не умерли вот я бы так не сказала это все ну надеюсь я стесняюсь так сказать а он не стеснялся главное копал в одно направление какое у него было направление раскопок минералы и витамины даже просто минералы ищите он говорил больше о минералах а у нас какое направление раскопок сейчас с вами девятый пункт уже обсуждали ну ладно ну ладно выбирайте что хотите диетик или верфекайст или мегахил или смартнил или натрикаун что хотите ну пусть что-нибудь всегда у вас будет это не сложно по витамину D обязательно нужно знать свой уровень витамина D и очень-очень ну спасибо ковиду что наконец-то когда он наглянул мы прям все поняли что нужно знать свой уровень витамина D и что нужно цинк на себе давать позже ну наконец спасибо реально без вас вы не разобрались честное слово ну в смысле сколько людей в общем я в бане живу и я не хочу там как бы активно работать вот мы с Юрой решили выкрыть горы для спокойного отдыха ммм таскают по бизнес какие-то консультации нас вот мужик очень ухоженный молодец владелец закрытого клуба в армии в этот клуб чтобы вы понимали прийти выпить коньяку или коньяка 21 года выдержки это очень дорого прийти и выпить там никакой езды нет там только напитки кофейный чай и вот алкогольный там очень очень а он входит в книгу рекордов бизнеса по количеству вот этих лучшей которых лично алкогольных этот клуб но просто так с улиц тогда не зайдешь тебе нужно заплатить годовой обманемент и тогда ты можешь заходить туда и вот этот человек приглашает нас на бизнес-предж он говорит зачем вам это он говорит я увидел как в Болгарию завозят с большими грузовиками на логический активный комплекс как это мимо меня по витамину D смотрите мы с вами живем вот где-то вот здесь вот вот где-то возле Киева это значит даже летом если вы будете ходить в купальнике так в виде бикини вы не забираете суточную норму витамина D мы переехали вот сюда куда-то вот сюда это значит летом еще больнее а зимой тоже никак витамин D следите чтобы он у вас был в достатке у нас вкусненький витамин D пусть он будет 30 и выше хорошо ну и последнее в старости лета какие-то там в угощении теломер вот я тоже думала ну все ну все решили а с теломерами то что делать ну классно что есть острогал ну прям есть исследования что он теломера здесь опускает ну в общем и омега-3 так работает кстати говоря но я же генетик ты же генетик что называется вот честно говоря с этими вот мы называли вот эти теломеры почему-то спутниками хромосом они генетическую информацию не содержат но если они очень большие то прям вообще гиперографированные мы это видели на семейных парах у которых у нее все отлично омуляция все такое у него спермограмма отличная они даже беременны ну не понимаю гиперографированные или они не беременны ну то есть это репродуктивные удачи мое отношение вот этих вот теломеров люди у которых они большие длинные гиперографированные у этих людей много репродуктивных неудач что сейчас к ним привязались к этим теломерам вы знаете если у вас человек говорит я хочу с теломерами поработать вы берете сантиметровую летку делите вес рост смотрите в метаболическом синдроме и говорите а что ты решил в целомер начать может быть мы с чего-то более осознанного начнем вот мне странно это странно уйти ты из метаболического синдрома и у тебя не будет даже мысли осталось потому что для мужчин это крутая потенция вы можете большие физические нагрузки применять классный внешний вид и так далее при чем тут теломеры ну вот это мне вообще не понять это вы знаете это уже все поделал уже все и прям смотришь на себя ну идеально непонятно ну надо уже с теломерами разобраться ну а строкалку бьем ну а у кого кстати есть опыт у вас строкалку что-нибудь мне еще ну только привезли ой ну а там влияние нобриводное обмена жирноводное думаю когда мы в следующий раз встретимся у нас уже будет клинический опыт да это будет по этим целомерам ладно собрали все полностью да ладно я 10 пунктов вам наговорила в каждом по 600 всего смотрите ну собрали вообще компания обратилась ко мне и сказала слушай ну ты ж у нас мастер можешь набросать набросочки я набросала набросочки и вот они создали такой вот давайте повторим повторим так смотрите кальций магний хилат протрактика остеопороза острогал вот эти непонятные целомеры целомеры дикий амстерекция гормонального фона это у нас что кальций 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 омега 3 вы уже слышали суперкомплекс это в двух коблетках все необходимо все минералы это у нас кальций я честно говорю там кальций не ставила я же молодая у меня там солтик был и римаев ну ладно гриппайв с протекторами Да, это моя задумка прям. А это что? Витамин Д, потому что очень надо. У всех поголовный дефицит, и витамин С как антистрессовый фактор, но на самом деле вообще не сказала, что старости нет, это слабость соединительной ткани, а витамин С влияет на коллаген, соответственно, омолаживает вашу соединительную ткань. Как написано в описании, просто создавайте себе ладошку красоты на этом форме, вот по описанию. И просто молодеете, да и все, старости нет, я, кажется, доказала, нет? Точно доказала.